Субтитры создавал DimaTorzok Тут раньше были только статуи деревянные, а теперь тут много всего интересного. И для маленьких, и для взрослых. Для всех детей района и его гостей у Дрыбини открылась сучастная гульневая пляцовка. Инициатива, подтриманная Европейским Союзом и программой развития ААН. Две декадные нормы опадков за сутки. Кто в рекордсменах? Лепшая белорусская зона от подшинку к ля водоему находится в Бобруйском районе. У Дрыбини открылась новая сучастная детячая пляцовка. У самом центре города на доброупорядкованной территории разместили 26 объектов для гульняв детей у всех взрослых. Наверное, для детей с обмежеванными махчимостями. Это местная инициатива, которую финансово подтримали Европейский Союз и программа развития ААН. Что вам здесь больше всего нравится? Наверное, качели и карусели. А что раньше, таких не было? В Дрыбини нет. Гулять весело, с комфортом и беспечно. Такую задачу поставили перед собой створальники детячей пляцовки у Дрыбини. Реализовал этот проект Михеевский сельский совет. Али там подкресливают, что эта пляцовка у райцентры для всех детей Дрыбиншины и ее гостей. Для того, чтобы наши детки здесь меньше были в компьютерах, больше играли на свежем воздухе, набирали сил, здоровья, энергию свою куда-то могли деть. Но это вообще для детей. Пляцовка каштой около 30 тысяч долларов, а маль 25 тысяч финансования Европейского Союза и программы развития ААН. Однако и мясовый бюджет, а так само и жихары брали у делу створы не пляцовки. Дрыбинцы наводили парадок, пробирали и чистили территорию на субботнику. Теперь это место стало самым популярным. Конечно, есть и дворовые детячие пляцовки, а леяны, звичайно, обмяжевываются песочницами и турниками. Тут же простор, тому усеют рыбинские дети тут. Как новая площадка? Хорошая, красивая. Эта площадка очень хорошая, интересная. Я рад, что ее открыли. Тут раньше были только статуи деревянные, а теперь тут много всего интересного. И для маленьких, и для взрослых. Я хочу пожелать детям, чтобы они сначала делали уроки, а потом приходили на площадку. Для батьков ее спраться на каруселях, а для отпадшинку – зручные лавы. Очень прекрасная площадка. Мы очень рады, что наконец-то такой есть древний уголочек, где можно погулять, выйти с детьми, посидеть, пообщаться вместе с ними и вообще им с друзьями. Ну, вообще, круто. Вам кажется, что это круто? Да. Зазначим, что озеленение площадки – особная часть проекта. Больше 700 рублей выдатковали на закуп у городским ботаничным саде рослину, яке вырастут и упрыхожать место. У дрыбе не спадяются, что дети и дорослые будут заховывать площадку, бо она – агульный забыток. И что это ваше? За правду это ваше, что берегите вот это вот все, пользуйтесь им, довольствуйтесь, набирайте сил, энергии для того, чтобы учиться. Илона Иванова, Юра Уласов, Новин Эргийона. Могилёв, рекордсмен по опадках. По информации об лагидромету, за минулые сутки в областном центре выпало две декадные нормы опадков, а это около 40 мм. За Могилёвом идут Слаугород и Шигирынка. Там выпало от 16 до 25 мм, что отповедает одной декадной норме. На остатней территории Могилёвской в области по частям перешних протяглых дожжов выпало в середнем до 11 мм опадков. Как кажутся специалисты, такое надворье для вересня совсем недивное. У шатверы пятницу дожжи станут короткочасовыми, а в субботу и температурный фон изменится у лепший бок. Чакается до 24 градусов, выше и за нуль. По прогнозу синоптиков, даже и в уголе будут маловерогодные. Тому же, хары Могилёвщины еще поспеют погреться под вереснявским солнцем. Первая парта вакцины супрать гриппу днями поступить во установы оховы здоровья Могилёвской в области. Прыщепки за кошт республиканского и мясцового бюджету будут российской вытворчасти, поведомили областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Под час кампании по иммунизации супрать гриппу плануется охопить не менее за 40% же хоров в области. Вакцинацию будут проводить все поликлиники. За кошт уластных сродков, за сродки предприемства, можно отримать прищепку и вакцины в творчестве Нидерландов и Франции. И они так само будут у наявности. Удокладнили у консультацийной поликлиницы Могилёвской областной детячей больницы. Тут, до речи, могут отримать свою дозу иммунитета же хоры Могилёва и районов. Треба только заходить удокладнить наявность вакцины и записаться на прием. Масовая вакцинация супрать гриппу у Беларуси традиционно распочнется у Кастрышнику. Лепшая белорусская зона отпочинку, каля водоему, знаходится у Бавруйским районе. Туристичный комплекс «Наша место» стал переможцей республиканского конкурса. Комплекс створили два года тому на березе старого пешчаного карьеру побоч с поселком Туголица. Юнмайн – две головные зоны активного отпочинку и релаксу. Тут есть детячая пляцовка, место для проведения культурно-массовых мероприемств и святых гандлёвая кропка. Денечая прокат квадроцикла у катамаранов лодок. Кроме того, что мы предлагаем детям лабиринт наш двухэтажный, спортивную площадку, батут, мы для взрослых тоже не забыли. Мы сделали им спортивную площадку типа воркаута, мы собираемся её ещё расширить. Плюс две волейбольные у нас площадки, беседки со столиками, с мангалами. То есть люди могут отпраздновать даже какой-то праздник, приятно провести время, приготовив себе на барбекю или шашлык. Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя рыхтуется до векового юбилея. Хотя 100 год её исполняется у студени 2018-го, подрыхтовка до святкования идёт полной ходой. Самый значный подарунок друкары сбираются заробить сами. Отзначит 100-годовый юбилей Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя сбирается выданием книги про свою историю. Особной темой выдания станет тема книга друкования, и кому всё лето в Беларуси исполнилось 500 год. Над твором працуя ведомый могилёвский историк и письменник Миколай Борисенко. Книга обещает быть вельмизмястовной и иллюстрованной. У могилёвской друкарни богатая история. Зараз полиграфичная продукция тут самая разностайная. С друка выходят все областные и городские газеты, рекламная и школьная продукция. Что месяц, сколькость аркушов, которые выходят с друкарни, увеличиваются миллионными таражами. Нас много знают и в Могилёве, и за чертой города Могилёва. Но даже то, что мы в этом году занесли на доску почёта, как лучшее предприятие города, это уже говорит о многом. Поэтому я думаю, что мы 100-летний юбилей встречаем и встретим с очень успешно и с хорошими показателями. Статут Великого князства Литовского и иншие могилёвские стародруки экспонуются у столицы. У Державный музей истории и литературы працует выстава «Нация книг». Один из ее партнеров – Музей истории Могилёва. На приконце вересня выстава «Нация книг» приедет у Могилёв. Статут Великого князства Литовского – книга, яка убачила свет на приконце 16-го столицы у Друкарни Мамуничаў – один из каштоуных экспонатов музея. И сродки на его сбирали методом краудфандинга – народно-громадского финансования. Целый пласт людей, практически вся Беларусь, за мяжи, беларусы, которые отшували свою датычность до своей нации, гонор за свой народ, они допомагали в набыці статута, и это сотни и тысячи человек. Статут ВКЛ с Могилёва одной чай экспонаваўся у национальной библиотецы, цяпер книгу знову бачить минская публика. Аднак, ад 27 вересня выстава нация книг прыедзеў Могилёв і будзе прасаваць ў Ратушы целый месяц. Цяпер жа, крамя книг, з Могилёвыў столицу адправацца і некаторая іншыя каштоуны экспонаты, ў прыватнасті абразы, які затікавець столичных глядачоў. Але ўсё ж таки самая важная – гэта книгі. Дарыча, адзін з асобнікаў – житіе святых, надрукованная ў 1702 годзе ў Могилёвской Друкарні, і дзе ёсць вядомая гравюра – «Град Могилёв». Дарыча, цяпер малюнак, паводля гэты гравюры, ёсць на стяне музейного будынка на вулице Ленинской. У Могилёві з аншлагом прайшла прэм'єра мультфільма «Маленький принц». Прэчым сучасны мультика гучаны па беларуску. Праект ў беларускія выкэнды амальгот, аднак ў першыню яго заснавальнікі завіталі ў регіон. У Могилёві, як і ў Гродні, зала была пауная. «Маленький принц» – французскі мультфільмі, зняты па аматывах сусветна вядомай каскі екзуперы. Прем'єра мультика дбылась два гады таму на Каннскім кінофістывалі. Стушка на дзевятым месце ў свєці, як самая касавае лялічнае кіно. У Беларусі ў прокат яно выішла народной мове. Сутнаць праекта ў тым, што гэта сусветнае кіно, класнае, доброе кіно, якое, може быть, не было зауважано русскімі прокатчикамі по-руску. Вось, наприклад, «Маленький принц» не был ў регіонах, это прем'єрах, гэта мультик 2014 года, а гэта мультфільмі, фільмі, які мы любім. Гэта якасная, професійная гучка на беларускую мову, гэта фішка доброе кіно па беларуску. По словах заснаванніку проекта, ініціатыва оказалась западрабаванной не толькі ў Мінску, але ў регіонах. Для нас гэта саправды падарунок, тому што не так часто мы гучим мультикі, мы уаснованным агучваем некі дорослые фільмы, а тут такі шэрах, коляроў, калі ты можеш паказаць і розны характеры свайгу голосу і свайу актёрскай професію. Заснаваннікі проекта пераклали на беларускую мову і літературную першы крыніцу «Маленькага принца». Кнігі паступіць ў школьной бібліатэкі. Татьяна Сергійчык, Віталь Аляксейнка, «Навіны регіона». Астрономічная пляцовка з'явілася на тэрэторый 28-й школы ў Магілёве. Ініціаторам яе будавніства стала настауніцца физіки і астрономії Валянтина Драгульчик. Пазалітаць с проектом «Астрономічная пляцовка ў Магілёве» педагог стала лауреатом сёмага конкурсу саціяльных проэктаў «Соушел». Больш года вялось обудавніство і вось нарешті ў школы з'явілася цудовная махчымыць проводзіць адкрытые урокі астрономії. Мы получили грант на реалізацію нашої ідеї і вот эти деньги були вложены в эту площадку. Мы купили стройматериалы, металлоконструкції. Всё это сделали. Большінство здесь экспонатов сделано своими руками, конечно. Это ученики работали здесь. Нам очень понравилось работать. Много нового узнали в процессі работы об астрономії і как это всё делается. Пока мы строили, много нового я узнал, чого я раньше не знал, а астрономію я начинаю изучать только в этом году. Кабразвітане з летом не було таким сумным. Саправдная свята подарыла шмадзетная семья Сокол з Глузка – выхованцам Весновского дома-интерната. Над гэтой установой семья узяла шефства. Організуя для выхованца у невяліке походы, запрашаюць до сябе ў гості. Гэтым разом у Веснова был концерт. Куда это вы попали? Шмадзетная семья Дмитрия і Оксаны Сокол з Глузка со своими сябрами і колегами у ролі клоунов завіталі у Весновскі дом-интернат. Тут живуть деці з асаблівасями психофізічного розвіця. Во установі створені добры умови для выхованців, корекційно-педагогічна допомога на Весокім узровні. А зараз тут складається традиція семейних святів. У нас очень много любви, у нас семья, очень много радості і ми хотім поділитися єю со всеми. Ми стали очень часто общаться, ми по-другому узнаем і ми хотім, щоб все люди поміняли стереотипне мышление в їх отношении. І стали по-другому к ним відноситися, тому що вони такі ж, як і ми. І душі у них відкриті. Я учитель, тому мені з дітьми легко роботати. Нравиться, дуже приємно. І мене тянет к дітям. Під час підрахтування концертної програми діти і підлітки дому-интерната щодня репетували номери і танцевальний флешмоб разом с сябрами і самодійними артистами місцевого дому культури. Мене звути Диана, мені 15 років. І к цьому мероприєті ми готовілись достатньо довго. У нас були репетиції. Помогали роботники РДК, нам дуже сильно допомогли. Більше спасибо їм за це. Ми доволі часто приїжджаємо к ним, почти кожний день, в свобідне время. І дітей ми тож к себе беремо дому, ми с ними ходимо гулять, в походи ходимо. І ягоди собирається в лес. У колективі Дома-интерната лічить, що для їх вихованців сябройство дає додаткову махчимість соціалізації. Татьяна Сергійчик, Александр Артемію, Новини регіона. В Могилі упримять чемпіонат світу по летнім палеотлоне. З поборніствою пройдуть з 8 по 11 вересня. За узнагороди турніру позмагаються більше за 150 спортсменів. З Білорусі, Росії, Казахстана, України, Венесуэлы, Індії і країн Прибалтики. Атлеты вызначать ліпших у кіданні гранаты, стрільбі, плаванні, будзі яшчі біг на короткую і довгую дистанцію. Аренами з поборніствою стануть Дом спорту, стадіон Спартак, спорткомплекс Олимпіец і спортзала універсітеті БРУ. У новий сізон з марами про медалі. Могилівський мініфутбольний клуб «Форте» з перамоги стартовав у чемпіонаті Білорусі. Сьоліта нашу команду називаються одним з фаворитів турніру. Летом склад Могилівчану змацніли знакаміта іграки з ведучих клубів Білорусі. У першим туры обнауліны «Форте» дома сустракався з Барысовам 900. Більшу частку матчу «Форте» була ровний. За полторы хвилини до конца поединку при ліку 2-2 Могилівчані пішли ва-банк. Капперамакши, господарі замінили галкіпера на п'ятого полевого іграка. Ризика себе оправдала. Дубль Олега Грецука дозволив «Форте» одолість Барысов у дебютному матчу чемпіонату 3-2. Очень много брака у нас, особенно в нашей четверке. Но я думаю, мы только сыгрываемся, мы будем от игры к игре прибавлять, тянуться к нашей первой четверке. Ну и будем радовать болельщикам, главная задача – выполнять задачи на сезон, которую руководство ставит. А они, думаю, самые высокие в этом году. Я ще більш цікавих новин на нашім сайте tvrmogiljov.baino. А я з вами развитвуюся. До сустрічі в ефіру. Дякую за перегляд!